Валерий Романенко, авиационный эксперт, к нам присоединяется. Валерий, добрый вечер. Добрый вечер. Четыре сбитые российские СУ на восточном участке фронта за два дня. Как это удалось вооруженным силам Украины? Ну, применялись методы тактика противовоздушной обороны, метод засада. Применялись дальнобойные комплексы. И, как я понимаю, достаточно длительное время исследовались маршруты подхода российских самолетов для сброса крылатых авиабомб. После этого были определены реальные возможности, позиции, из которых можно было поразить эти самолеты. И произведен успешный пуск. Как я понимаю, пуск был одномоментный, потому что россияне в этот раз применили типичное такое ударное звено. Два бомбардировщика, которых прикрывал Су-34. Два бомбардировщика. Которых прикрывал истребитель Су-34, чтобы противодействовать возможным атакам украинских истребителей. Поэтому все три одномоментно попали под раздачу. Ну и упали почти на небольших расстояниях друг от друга. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину россияне потеряли 333 самолета, 325 вертолетов. Насколько эти потери ощутимы для российских оккупантов? Ну, давайте будем немножко, так сказать, усекать, усекать. Кого там усекает рыбу, да, как-то забыл, какая-то поговорка российская, да. Вот, значит, это доложено о том, что было столько успешных пусков. Пока на Земле валяется несколько меньшее количество самолета. Вот, скажем так, видео и фотоподтверждение есть примерно на сотню самолетов и где-то 80-90 вертолетов. Вот, это то, что четко можно сказать, это то, что отслеживается многочисленными группами, да. Еще довольно значительное количество вертолетов и самолетов, они повреждены во время ударов по различным российским аэродромам. Но некоторые из них подлежат ремонту. Также, возможно, некоторые поврежденные самолеты, вот были случаи, когда Су-24, Су-25 возвращались на свои аэродромы. И, ну, в большинстве случаев списывались, но иногда все-таки были, направлялись в ремонт. Так что рассчитывать, что мы, вот Россия начинала там с шестью сотнями современных самолетов, и мы половину их сбили, это слишком оптимистичная оценка. Нужно как-то немножко реалистичнее к ней подходить. Вот, и, ну, в общем-то, понимать, что враг, он все еще силен и все еще имеет самые современные образцы вооружения. Да, мы просто ориентируемся на данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины, поэтому и наводим такие цифры. Вот про Су-34. В январе было сбито четыре самолета, вот за эти дни три, семь, получается, да, уже только за январь, февраль. Сколько у России, в принципе, таких самолетов было до полномасштабного вторжения? Ведь они считаются лучшими бомбардировщиками Военно-воздушных сил Российской Федерации. Ну, они скорее истребители-бомбардировщики, так, немножко более, многофункциональное назначение у этих самолетов. В целом Россия начинала войну примерно со 140 такими бомбардировщиками в четырех полках. Ну, из них два были сосредоточены как раз в западной части России против Украины, а два на Дальнем Востоке. Скажите, а как Кремль восполняет потери военной авиации? Сколько вот сушек она, Россия может изготовить за год? Я могу вам назвать конкретные цифры. Значит, всего боевых самолетов в 22-м году было изготовлено 29. В прошлом, в 23-м году это количество уменьшилось. По различным оценкам, значит, по пессимистическим оценкам российских блогеров, 22 самолета было выпущено, по оптимистическим 27. То есть производство тихонько-тихонько, но падает в России. Производство боевых самолетов. Да, но при этом оно все равно идет. А за счет чего? Как это удается в условиях санкции, в условиях того, что мы читаем, по крайней мере, из прессы, и видим эти случаи, как гражданская авиация потихоньку загибается, потому что нет комплектующих, используют этот каннибализм авиационный. То за счет чего Россия имеет возможность боевую авиацию делать, изготовлять? Ну, потому что Россия никогда не переставала выпускать боевые самолеты. А вот с выпуском гражданских самолетов был довольно значительный перерыв. Вот, скажем, если за всю историю существования России после 91-го года был выпущен, собственно, один самолет, собственно, российской постройки, то боевых самолетов за это время было выпущено, по крайней мере, пять. И да, у России есть мощности для выпуска этих самолетов. Я понимаю, вы хотите спросить, откуда она берет комплектующие. Ну, тут стараются фирмы-прокладки. Наши бывшие братья по Советскому Союзу в 22-м году, значит, там Армения вовсю старалась, через нее основные шли поставки, во всяком случае, радиоэлектроники. Даже превышала Китай в этом плане по объемам реэкспорта. В прошлом году, в 22-м году, ну, на первое место потихоньку выбивается Казахстан. Вот, то есть Россия наладила сеть фирм-прокладок, которые реэкспортируют различные компоненты, необходимые для оборонной промышленности. Вот, и таким образом пополняет запасы. Ну, кроме того, особой интенсивности, если раньше Россия выпускала там по 18 самолетов одного типа, я имею в виду в десятых годах, да, вот, то сейчас это количество, ну, максимально было выпущено в прошлом году 12 Су-35, да. Вот, то есть почти половина выпуска составлял один тип. Вот. Ну, и следует сказать, что сейчас мы говорим о выпуске самолетов-истребителей и самолетов-бомбардировщиков. А если мы возьмем штурмовики, то по ним потери максимальные, и они невосполнимые. Потому что этот тип самолета перестали производить еще при Советском Союзе. Вы знаете, Валерий, вот, учитывая то, что вы сказали, я думаю, очень важно подвести такую, некую черту для граждан Российской Федерации, которые смотрят нас в Российской Федерации, что, как же получается, гражданская авиация, она претерпевает катастрофический упадок. Едва ли не ежедневно появляются новости о том, что тот или иной самолет либо не взлетел, либо аварийно где-то присел. Множество различных фактов того, что происходит нехорошего с гражданской авиацией. С военной авиацией, даже несмотря на то, что строительство военных самолетов, количество этих самолетов в год выпускается меньше, но Кремль изыскивает возможности для того, чтобы их строить. Из чего можно сделать вывод, что Кремль на гражданскую авиацию на привал абсолютный, ему все равно, на чем вы будете летать, хоть на корыто. Скажите, Валерий, что нужно Украине, чтобы сбитых российских военных самолетов, которые ежедневно бомбят украинские города и села, было больше? Чтобы российских было сбито больше? Да, конечно. А, ну давайте я подытожу, подкреплю цифрами ваш вывод по гражданским самолетам, да? Значит, если в 21-м году было выпущено 20, нет, секундочку, в 22-м было выпущено, нет, в 21-м было выпущено 20 военных самолетов, то в 23-м, ой, гражданских самолетов, гражданских лайнеров, и было выпущено трех разных типов, то в 22-м году было выпущено всего 10 самолетов, а в 23-м году речь идет уже примерно о шести самолетах. Это по гражданской авиации, за счет чего наращивается выпуск, понятно, да, за счет гражданской авиации. А как сделать, чтобы было побольше сбивалось российских самолетов? Ну, мы ожидаем F-16, мы ожидаем от союзников новые зенитно-ракетные комплексы, вот, и они активно приходят к нам. Опять же, идут переговоры о том, что нам будет поставлено еще несколько патриотов, но они пока на таком этапе, на этапе согласования и на этапе подготовки персонала для них. Вот, то есть, в общем-то... F-16, как вы оцениваете перспективу, что в июне появится, появилась такая информация в СМИ, вот, буквально на днях? Ф-16, отрицательно, потому что они должны появиться раньше, вот, они должны появиться как максимум апрель месяц, вот, в июне появятся самолеты после того, как первая группа летчиков, которая проходит подготовку в Соединенных Штатах, вернется и приступит к боевой работе на этих самолетах, вот. Но у нас же еще целая группа готовится в Нидерландах или в Дании, кажется, на авиабазе Скрюцтруб, да? Вот эти летчики должны появиться уже примерно так, ну, конец, начало апреля, скорее всего, должны появиться, вот. Вот, и это уже будет первая эскадрилья, которая приступит к боевым действиям на данном типе самолета. А примерно к 30 сентября, это дата окончания американского финансового года, когда должны быть израсходованы все средства на подготовку украинских летчиков в Соединенных Штатах, придет уже и третья группа летчиков, и тогда мы сможем сформировать полноценную бригаду из двух эскадрильей, то есть две эскадрильи по 12 самолетов. Скажите, Валерий, какие есть средства у российских оккупантов, чтобы противодействовать истребителям F-16? Ну, все средства у них есть, у них и ракеты есть, чтобы стрелять по аэродромам, но и мы же не будем ожидать этого, да? У них есть зенитно-ракетные комплексы, и они старательно готовят свои С-400 для того, чтобы наводить, ну, для того, чтобы реализовать возможности связки самолетающего радара А-50 с зенитными ракетами комплекса С-400. Вот, то есть, потому что если самолеты летят на малой высоте, то зенитно-ракетный комплекс на больших дальностях их поразить не сможет. А вот с летающего радара можно проводить до наведения. Но это получится, это или не получится, это большой вопрос. Пока этот вопрос технологически не решен, вот, и это только обещание, это, так сказать, угрозы пока. Вот, ну, что еще? Ну, российские истребители, они действительно обладают дальнобойными ракетами, вот недавно погиб наш летчик, и, в общем-то, сделано было заключение, что его сбили российской дальнобойной ракетой. Вот, поэтому у России есть возможности воевать с этими самолетами, но она, возможности по дальности их поражать. Но если на F-16 будут состоять, будут установлены или, ну, скажем так, будут находиться эффективные бортовые комплексы обороны, то может оказаться, что российские ракеты просто не способны поражать эти самолеты. То есть F-16 способны поставить настолько эффективные помехи, чтобы сбить наведение российских ракет. Ну, вот, все это будет проверяться в боевой обстановке, посмотрим, как это будет. Но я уверен, что российских пилотов ожидает даже больше сюрпризов, чем вот с этими сбитыми, там, несколько раз по три самолета. Украина планирует в перспективе закупить турецкие истребители КАН пятого поколения. Это рассказал посол Украины в Анкаре Василий Боднар. Что это за истребители? Расскажите, как они смогли бы пригодиться вооруженным силам Украины? И что за перспектива? Насколько долго мы можем ожидать получения, закупки этих самолетов? Ну, этот самолет в 1926 году планируется построить три экспериментальных экземпляра, да? Пока идет еще наземное испытание этого самолета, да? То есть это очень далекая перспектива, но радует то, что наши авиастроители, но в основном не авиастроители, у нас, скажем так, конструкторы авиационных двигателей и производственники готовятся к тому, что на этих самолетах, которые во всяком случае будут закупаться для воздушных сил Украины, будут стоять украинские двигатели. То есть мы будем принимать очень активное участие в производстве этих самолетов. Если эти двигатели, турецкая сторона найдет соответствующие их требованиям, то тогда вся серия будет оснащена украинскими двигателями, потому что у Турции сейчас достаточно напряженные отношения с Соединенными Штатами и даже с Европой, да? И они стараются локализовать производство всего, чего возможно, на собственной территории. И им часто не продают лицензии, поэтому они ищут обходные пути. Если нам удастся довести до соответствующих требований украинский двигатель, который предполагается устанавливать на этот самолет, то тогда, конечно, цена будет несравнима. Ну, возьмем F-35. Его цена только за самолет без обучения, без вооружения, без запасных частей, без наземного оборудования порядка 200 миллионов. Естественно, что турецкий самолет, но будет, по крайней мере, в 3-4 раза дешевле. Ну, а какие характеристики он имеет? В чем он особенный? Ну, он соответствует основным требованиям, предъявляемым к самолетам пятого поколения. То есть он сделан по технологии стейлс, то есть невидимый. Ну, не невидимый, а имеет пониженную радиолокационную заметность, да? Вот. У него, ну, даже по его планеру видно, что у него такая более плоская конструкция, чтобы как можно хуже отражать радиолучи. Кроме того, у него вооружение четко размещается в середине фюзеляжа, то есть не будет подкрыльных пилонов, которые являются чудесными уголковыми отражателями и резко повышают расстояние, с которого этот самолет будет заметен. Вот. Предпринят еще ряд технологических приемов, которые уменьшают заметность. Ну и второе, да, требование, чтобы этот самолет имел, скажем так, вооружение, разнообразное вооружение, а главное радиолокационные станции с фазированными антеннами и решетками, то есть мощный радиолокатор. Ну, собственно, пригодил, чтобы этот самолет украинской армии. Да, этот вопрос пока открыт, но я думаю, что Турция решит и этот вопрос. И в целом машина будет, ну, если несравнима с F-35, то во всяком случае по параметру стоимость эффективности будет ему как-то соответствовать. Валерий, спасибо вам большое за то, что все объяснили. Валерий Романенко, авиационный эксперт, говорили о потерях российской авиации на фронте и как Россия может или не может их восполнять. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова